Всем привет, ребят! Ну что, предлагаю вам сегодня сделать опять такой интересненький эксперимент. И этот эксперимент будем делать опять с ходовкой. То есть, помните, да, там делали магниты, всякие мячики, что только они делали. Смотрю, вам понравилось, вы начали писать. И постоянно, вот я уже получаю уже очень часто, вот такую вот фотографию. Сами прекрасно видите, да, что вот такие вот пружины жигулевские. То есть, я так подозреваю, что это задние, ни в любом случае не передние. Были сделаны вот из такой вот арматуры. На фотографии четко не видно, какой диаметр арматуры. Ну, думаю, примерно вот такой 12-14. Я взял, короче, 14, чтобы уже точно на верочку, как бы она была пожестче. В общем, сдергиваем пружину. Будет она как образец. По ней делаем вот пружины из такой вот арматуры. Ставим и смотрим, что получится. Поедем, покатаемся, поглядим по ржам, короче, погнали. Вот у нас образцы, которые здесь стояли. Вот я снял их, а честно скажу, я даже не знаю, пиленые эти пружины или не пиленые. Надо залезть сейчас, кстати, посмотреть в интернете, сколько здесь должно быть изначально витков. Может быть, они такие были. Честно, я просто уже не помню, мы постоянно их пилим, варим, как они выглядят в оригинале. Фиг его знает. Короче, ну ладно, образец есть. Есть, можно, в принципе, сделать немножко шаг побольше. Ну, чтобы она была повыше. Количество витков, я думаю, надо сделать такое же. В общем, сейчас все это дело гнем. Гнуть будем. Арматуру, на самом деле, очень тяжело загнуть. И здесь сейчас звонил, разговаривал с токарями. Я говорю, давайте, ну-ка, подмагните маленько в этом деле. Я говорю, ну что на станке-то у вас большие же станки. Короче, нифига. Все что-то боятся. Что боятся, не знаю. Поэтому будем, наверное, греть и гнуть, потому что руками просто так ее фиг согнешь. А на любом случае это углеродистая сталь. Даже если подогреешь, ничего страшного с ней не произойдет. Потому что тем более разогревать мы ее там до такого алого цвета шибко не собираемся. Поэтому давайте все это дело загнем, поставим. Ну, посмотрим. Поехали. Поехали. Какой-то нагнули пружина, что ли. В общем, ребят, первую пружину мы накрутили. Честно, каким-то таким особым, никому неизвестным, короче, способом чисто на глаз, так сказать. Хотя говорят, что глаз самый точный инструмент, да, все вот прямые, да, все стреляешь четко. Но когда надо стрельнуть пружину, почему-то как-то не получилось. Ну, видели, мы просто в блок компрессора, короче, зажимаем трубу, чтобы она не крутилась. Ну, и, соответственно, ну, блин, не вертикаль, да и... Я думаю, ладно, одна пойдет. Вторую разметил, должно быть все четненько. Ну, мел, он не сгорает при нагревании. В любом случае, маркеров нет. Да, маркер и горит. Мел уже показался за многие годы просто обалденно. Поэтому сейчас аккуратненько пружинку опять сниму. Все размечено. Прожгу также отверстие начальное, где будем загибать. И все, и поехали уже по мелу накручивать. Я думаю, в этот раз получится намного ровнее и намного приятнее радовать будет глаз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все получилось хорошо, ребят. Смотрите, вторая пружина, ну, да, вот, которую размечал, ну, просто, блин, какой-то шедеврально обалденно получилось. Смотрите, вообще, все ровненько, все здорово. А, не то, что вот это, которые, честно, делал специально вот так, чтобы, да, как получится. Поэтому так и сделали одну, короче, как получилось, но вторую четенько. Четенько. Вот так, оп, отлично. Еще краполек. Все, пойдет. И так, самое-самое интересное. Ну? Па-бам! Она стоит. Да ладно. Нифига себе. Так, ну-ка, сейчас мы тебя пустим пониже. Че, выше эта сторона? Да, вообще, ну, выше не выше, одинаково. Она просто в рот задралась вообще конкретно. Ну, нормально, пружины не просели просто еще. Новенькие, да. Тока-тока. С металлобазы. Приехали. Так. Ну, а прежде чем я поеду кататься и испытывать наши пружины из арматуры, хотел бы подарить одному из вас вот такой вот видеорегистратор. Ведь умеет же наши русские инженеры из компании Адвакам придумывать вот такие годные автомобильные регистраторы. Вот, например, русский народный Адвакам FD Black 2. Самый лучший бюджетный видеорегистратор 2019 года. Стоит менее 5000 рублей, а снимает как импортные автореги ценой в 10 тысяч. Просто отличная картинка при любом освещении. А в июне-июле в честь открытия официального интернет-магазина скидка 20%, а также 2 года гарантии на все видеорегистраторы и бесплатная доставка по всей России и СНГ. Цены от 3000 рублей. В общем, ребят, ссылочки в описании. Ну, а как стать счастливым обладателем вот такого видеорегистратора, я вам расскажу в конце ролика. О, здорово. Едем. Дальше не обязательно. Можно прямо. Все хорошо. Ну-ка. Ой, что за скрип. О, действительно жесткие. Они просто жесткие. Как будто поставили от Нивы. О, всем спасибо. Едем. Ну что, проваливаться вроде пока не проваливается, потому что была мысль, что когда начнешь ехать, пойдет нагрузка на арматуру, и она начнет сжиматься потихоньку, с каждым качком все будет ниже, 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 ниже. Нифига. Она жесткая, она просто жесткая. Прямо надо в багажник что-нибудь нагружать. Ну, тут ровненький асфальт, тут хорошо ехать. Замечательно. Она что-то прыгает, блин. Что она прыгает? Ординаторы не работают, что ли? Ну, вообще прям нормальненько. Так, эксперимент уже... Мне уже нравится, уже здорово. Так, пока у нас ничего не сломалось, это прям замечательно. А ямы вот эти, конечно, у нас здесь... Ладно, это... О, все, едем дальше. И не качается, она отсюда не раскачивается. Да, 14-я арматура. Что-то я, наверное, жестканул, но надо было 12-ю брать. Хотя, с другой стороны, 12-я бы просто сложилась бы и все. А эта вот работает. Прям замечательно. Опа! Кочки, не кочки, мне пофигу. У меня пружины стоят новые. Вот она, любимая дорога, на которой можно испытать любую подвеску. Сейчас тут будет тихий ужас. Вот это будет испытание вообще, мега испытание. Вот так. Потому что уже машина не под таким углом стоит. Не сильно поднят задний бампер. Прям чувствуется, что он стал ниже. Причем, похоже, намного ниже. Ну, пока вроде в отбойнике ничего не стучит. Так. Едем. Но если они выживут эту поездку, и они где-то какое-то чудо будет. Эть, эть, эть. О, через все камни, через все запустил прям. Так. Ой. Ой. Ой, что-то впереди с рычагами. Ой, что-то там с рычагами. Ой-ой-ой. 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 Что случилось? Что у нас случилось? Я не понимаю. Там, похоже, что-то с пружинами сзади происходит. Все. Все, похоже, они вообще сложились. Что-то подсказывает мне, что все. Наш эксперимент на этом сейчас должен закончиться. Ну, давай, ну поднимись наверх. Ну, пожалуйста. Ну, не теряй ничего пока. Все, приехали. Ну и, конечно же, ребят, Как стать обладателем вот этого замечательного видеорегистратора от компании Адвакам, вы узнаете в нашем инстаграме. Все ссылочки будут в описании. Действуйте. Ну, вот, в принципе, как и предполагалось. С правой стороны у нас стояла пружина, которая, ну, была, блин, ничем практически не отличить от заводской. Она просто сжалась, здесь разжалась. И расстояние между витками осталось. Ну, накачу его. Вот, смотрите. Вот так вот. Сейчас я вот сюда. Даже смогу достать. О! Вот она какая стала. Смотрите. И в бок согнула, и так, короче, сжала. То есть, в любом случае, здесь уже все. Амортизации никакой не было. И, судя по всему, хотя на витках вроде не видно, отметим. Так, с правой стороны пружина. А, блин, нифига, я тут закусила. Да, эту ее не достану, потому что она у нас была немного длиннее. Ну, и она, видите, ее согнула в бок. Но расстояние, какие-то витки сложила полностью. А между какими-то расстоялись еще вот такие вот расстояния. Видите, хотя вот с этой стороны расстояния нет. Здесь расстояние большое. Но, в общем, она еще чуть-чуть выше, чуть-чуть выше держала автомобиль. Но работать уже на 107% она не работала. Ну, что теперь? А то он эксперимент. Какое отсюда можно сделать? На таких пружинах из арматуры, ну, реально, проехать можно метров 100 по ровной. Нет, по ровной дороге, наверное, больше можно проехать. По неровной метров 100. Но это как сказать, сломал в лесу, у тебя лопнула пружина, да? Ты взял где-то арматуру, обмотал ее березиной, поставил, поехал? Нет, конечно же, так не получится. Поэтому, ребят, как вы и просили, сделал эксперимент. Сделал пружины из арматуры. Сами видите. Ну, не работают они как положено. В любом случае, материал другой. Это вам не пружинная сталь. Тем более, закрутить ее на холодную, не имея нужного оборудования, ну, скажу честно, непросто. Поэтому приходилось греть. Может быть, из-за этого какой-то там отпуск прошел или еще что-то. Не знаю. В общем, ребят, наш эксперимент прошел просто, но ура! Маленько работает, потом не работает. Поэтому обязательно предлагайте что-нибудь еще. Жаль, что-нибудь пишите, комментируйте, ставьте лайки. Ну, все. Пока! 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 Продолжение следует...